Друзья, всем здорова, с вами Боб. Прежде чем мы начнем, обязательно посетите мою новенькую группу ВКонтакте, там я буду делать посты всяких видео, которые, наверное, стыдно показывать здесь. Ну и может быть что-то еще полезное писать? Обязательно посмотрите. Ссылочки все будут в описании. Также не забывайте про мой инстаграм, там тоже очень много классных фоточек. Погнали! Всем здорова, друзья, с вами Боб. И сегодня у нас, на мой взгляд, вообще самое бестолковое устройство, но в то же время достаточно интересное. iPad 12.9 Pro второго поколения. И почему я считаю, что оно вообще бесполезное? Да потому что по той же цене, если брать еще, допустим, какую-нибудь клавиатуру-чехол для этого iPad, он выйдет примерно в сотку. За ту же цену можно взять полноценный MacBook себе какой-нибудь 12. Он по габаритам, по весу, по размерам будет примерно такой же. Но, блин, это полноценный ноутбук, а не какой-то чертов планшет. И пользоваться таким ноутбуком, на мой взгляд, на самом деле намного удобнее и продуктивнее, чем вот таким вот планшетом. Я, честно говоря, вообще сейчас не понимаю, зачем людям нужен планшет. Давайте объясню, почему. Я в свое время купил себе iPad mini 4. Это был мой первый планшет. И я просто хотел себе планшет. Я, на самом деле, не особо понимал, зачем он мне нужен, когда у меня были, в принципе, ноутбуки. Но я брал, наверное, с целью, чтобы смотреть какие-нибудь фильмы где-нибудь в полетах, может быть, валяться в кровати, на диване и серфить что-то в интернете. Но как это выглядит сейчас? Мой планшет лежит где-то в комнате, допустим, и мне просто чтобы в падлу за ним идти. Зачем, если у меня есть телефон? Я, в принципе, все сейчас делаю из телефона. Все приложения у меня есть на телефоне, да даже инстаграма нет на планшете. И реально все, для чего я пользуюсь планшетом, это вот сейчас снимаю видео. То есть вот сейчас, вот здесь, вот я сейчас в него смотрю, у меня стоит планшет, и я вижу себя. И нажимаю кнопочку остановить и записать. И, в принципе, это все, для чего мне нужен этот планшет. В принципе, я то же самое могу делать из телефона, но я делаю это с планшета только потому, что мне хоть как-то надо его оправдать. И тогда я купил его себе именно для того, чтобы, наверное, все-таки смотреть фильмы. И знаете что? Я где-то, наверное, раз в 2-3 месяца делаю какие-нибудь длинные перелеты по 12-16 часов. Я качаю на этот чертов планшет фильмы. И, конечно же, я беру с собой ноутбук, потому что это мой основной рабочий инструмент. Я никуда без него не поеду вообще никогда. И поэтому все, что я закачиваю на этот чертов планшет, он так и валяется у меня в рюкзаке. Я даже его никогда не достаю. Поэтому зачем он мне, я, честно говоря, не знаю. И мне, кстати, родилась сейчас мысль. А почему бы его не продать? Нафиг он мне тогда здесь вообще нужен? Я не хочу сказать, что планшет это вообще совершенно бесполезная сейчас вещь. Его достаточно успешно используют во всяких коммерческих целях, в образовании, в медицине и в прочих других каких-нибудь сферах. Дети отлично на нем играют, смотрят фильмы, мультики. Но, блин, покупать его относительно современному занятому взрослому человеку, мне кажется, смысла нет. Но я просто беру за пример себя. Мне тупо, например, просто впадло искать его где-то по квартире, чтобы посмотреть что-то в интернете. Потому что у меня всегда по-другой телефон. Смотреть фильмы в поездках, так я всегда беру с собой ноутбук. И мне кажется, люди, у которых есть ноутбук, они точно так же его берут с собой. Зачем им нужен планшет тогда? Играть? Ну, блин, у меня лично нет времени, чтобы сидеть и прям целенаправленно играть в него. У меня нет времени даже, чтобы играть в консоли в эти чертовы. Я, если что, поиграю, просто возьму телефон опять же тот же и поиграю в него. Поэтому планшет, как мне кажется, среднестатистическому человеку, как я, например, нафиг не нужен. Но есть и обратная сторона, друзья. Есть, на самом деле, и огромные плюсы у этого девайса. Если у вас, например, куча бабла, вы можете спокойно себе купить и такой планшет, и поменьше планшет, и 12-й MacBook, и 13-й, и 15-ю прошку. И пользоваться этими устройствами в зависимости от вашего кейса. Чем же оно интересно? До своей диагональю 12,9 дюйма, это, на самом деле, мне кажется, реально дофига. Если вы из тех людей, которые просто хочут взять, купить где-нибудь в iTunes, в фильме, нажать на кнопочку, закачать его, и, в принципе, не париться, кинуть себе этот планшет куда-нибудь и смотаться, например, на денечек-другой в командировку, просто тупо посмотреть фильмы и проверить почту, то да, безусловно, это устройство для вас. Если же вы берете MacBook, качаете с торрента в какой-нибудь фильм, потом конвертируете это все под iPad, скидываете на него и берете iPad и MacBook с собой, ну, блин, ну, тогда это, мне кажется, реально нафиг не нужно. Поэтому, если конкретно вы ищете какое-то более-менее, наверное, рациональное устройство, то я посоветую вам брать все-таки именно 12-й MacBook, если вам нужен просто тупо серфинг в интернете, либо 13-ю прошку, если вам нужно что-то больше, типа фотографии, либо уже 15-ю прошку, чтобы работать полноценно с видео. И по весу, на самом деле, эти девайсы, ну, не сильно так уж и прямо-таки отличаются. Ну, а это же, это просто обычный тупо медиа-центр, на котором вы смотрите фильмы, иногда играете и не более того, может быть, даже что-то и порисуете. Ладно, давайте откроем его и посмотрим уже, что там внутри. И сравним, кстати, его с 12-й, с 12-м MacBook. Здесь, хоть это и второе поколение, то есть вышел он достаточно недавно, здесь устройство лежит сверху, никаких книжечек, ничего тут нету. Купил я его, кстати, тоже в Америке. Американская вилка. Коробка легкая. И по весу, друзья, ну, они примерно одинаковые, по размеру iPad даже больше, несмотря на то, что диагональ экрана у него реально одинаковая. То есть здесь 12, а нет, здесь 12,9, а здесь именно 12 дюймов. То есть он даже немножко побольше, чем MacBook. Ну, не знаю, весьма, на самом деле, такое сомнительное устройство. Зато здесь есть, конечно же, слот для сим-карты. Я бы, на самом деле, не рекомендовал сейчас вообще брать iPad. Вот в 17-м году, в конце 17-го года, потому что появился 10-й iPhone, я думаю, что в марте, скорее всего, представит уже безрамочный какой-нибудь iPad. Может быть, конечно, с 12-й диагонали не представит, представит просто прошку какую-нибудь с десяткой, но я думаю, что в скором времени появится такой же планшет, только безрамочный, и мне кажется, реально есть смысл подождать. Я вот, на самом деле, за эти пару минут, пока его настраивал, я уже устал держать его вот так вот, то есть у меня кисть уже начинает болеть. Постоянно держать его вот в каком-то таком положении, мне кажется, это, ну, блин, реально напряжно. Проще взять такой ноутбук, положить его, все, он стоит у вас где-нибудь на коленках. С чехлом клавиатуры он не будет у вас нормально так же стоять, как подобный ноутбук, поэтому... Ну, блин, я лично, честно говоря, вообще рекомендую брать обычный ноутбук. Нафига вот вам нужен такой планшет? Ладно, друзья, в общем, реальный итог. Планшет, ну, он тяжелый, он тяжелый и достаточно неудобный. То есть, как бы, рассматривать его как какое-то мобильное устройство, я, мне кажется, думаю, что смысла нет, потому что, ну, больше десяти уже реально неудобно, его и тяжело держать вот так вот в руках, и это напряжно использовать. И вот с какой-нибудь смарт-клавиатурой, она не совсем прям такая твердая и упругая, она будет у вас реально падать, особенно с таким весом. Поэтому, если вам нужно какое-то реально рациональное решение, то берите уже макбук. Планшет стоит брать, когда вам уже совсем некуда деньги девать, и вот только в этом случае я рекомендую брать iPad. Больше от него никакого смысла, мне кажется, нет. Ладно, друзья, надеюсь, видео было вам полезным и интересным. Если так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вы используете, наверное, iPad Pro, и, может быть, вы со мной не согласитесь, и он очень рациональный. Если это так, пожалуйста, пишите в комментариях. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok